Алхамду лиллах, ас-салату ас-саламу аля Расуллиллах, ас-саламу алейкум и рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сёстры, очень многих интересует вопрос привилегия протирания кожаных носков. То, что в исламе называется масх. Согласно мнению четырёх имамов, человек, который одел после совершения омовения, будучи в омовении, одел на свои ноги кожаные носки, которые закрывают всю область стопы выше шиколотки, которые являются водонепроницаемыми и которые являются достаточно прочными, одев эти носки, мусульманин вправе, не снимая эти носки, протирать их водой вместо омывания их. И тем самым облегчается ровно наполовину ритуал омовения. Это очень удобная привилегия для тех людей, которые бывают в суровых условиях, отправляются в поездки для пожилых и так далее, что позволяет, будучи дома, этому человеку, мусульманину, в черте своего населённого пункта целые сутки, вместо мытья ног при омовении просто протирать эти кожаные носки. Если же он находится в сафаре, в путешествии, то данная привилегия действует целые три сутки. И в этом, относительно вот этой привилегии, возникает следующий вопрос. Очень часто встречаются люди, которые вместо тех кожаных, отвечающих требованиям всех четырёх имамов носков, совершают такое протирание по обычным носкам, тонким, обычным носкам. Та же самым прозрачным просто достаточно, чтобы на ноге были носки. Насколько это правомерно? Стоит ли применять эту привилегию относительно обычных носков? Согласно четырёх имамов, а имамы — это наши саляфы, это те люди, которые бесспорно понимают положение этой религии лучше последних. Согласно четырём имамам, ни в одном из четырёх мазхабов нет права совершать протирание обычных носков. За исключением имама Ахмада, который позволяет использовать для протирания джурабы. А джурабы — это не носки. Да и вообще, были ли в те времена такие носки, которые мы сегодня носим, тоненькие? Имам Ахмад и относительно даже джурабов выдвигает два условия. Два условия. Первое условие, чтобы они были толстыми. Второе условие, чтобы они были достаточно прочными, которые позволяют ходить в них без дополнительной обуви на привале в том периметре, где человек остановился в поездке. Поэтому, согласно четырём имамам, нет такого права совершать мазху по обычным носкам. И единогласие учёных, вся ума единогласна в том, что непозволительно выходить за черту единогласия четырёх имамов. Что касается мнения, которое продвигают или же поддерживают сторонники, дозволение совершения протирания масха по обычным носкам, это последние из учёных. Прежние учёные, то есть во всех вопросах, в которых среди наших салифов, а конкретнее среди наших четырёх имамов, вопрос, который ими обсуждался, и ими принято определённое решение, лучше придерживаться, и нужно придерживаться именно этого решения, а не склоняться к другим решениям, которые относятся к мтаахиринам. والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Продолжение следует...